Нарастающая русофобия в Армении, следствие армянского Майдана и прихода к власти политических сил, спонсируемых Саросом. То есть, явление довольно закономерное. Об этом заявил в беседе с журналистом Калибер АС, член изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя международного евразийского движения, российский политолог Валерий Коровин, комментируя антироссийскую истерию в Ереване, которая еще больше стала набирать обороты после поражения Армении в 44-дневной войне 2020 года. Это усугубляется еще и тем, что Россия довольно пассивна в вопросах формирования общественного мнения внутри Армении, в отличие от Сароса, придерживаясь принципа невмешательства во внутриполитические процессы. Итог закономерен, прозападные сети монопольно и без всякой конкуренции формируют антироссийские настроения, разогревая негатив в отношении России и поддерживая самые радикальные политические силы. При этом официальные власти вынуждены молчать и не трогать радикалов, которые при других условиях уже сидели бы в тюрьме. Не трогают их власти по той причине, что и сами они выпали из того же Саросовского гнезда. И здесь им на помощь могла бы опять прийти Россия, а именно, начать идеологическое противодействие западным сетям при таком же молчаливом согласии и невмешательстве со стороны официального Еревана. Ибо сам Пашинян перечить Саросу и западным сетям по понятным причинам не может, но и противодействовать встречным усилиям со стороны России не обязан. У нас демократия, а демократия она для всех. Конкурируйте и чьи идеи возьмут вверх, тот и молодец. Таковой на сегодня должна быть позиция Еревана, ибо под угрозой сама армянская государственность. Мотивация Запада понятна, это предотвращение формирования геополитической оси Москва-Тегеран. Для этого Запад будет дестабилизировать весь Кавказ, а если надо, спалит в топке своих геополитических интересов любое государство Южного Кавказа, ведь с точки зрения западного цивилизационного расизма, народы этого региона – дикари, которыми можно пожертвовать ради исключительных интересов благого Запада, сказал Валерий Коровин. Далее он высказал мнение по поводу нормализации армяно-азербайджанских отношений. Вероятность подписания мирного договора между Баку и Ереваном весьма высока. Армения сейчас не в той форме, чтобы торпедировать то, что является возможностью сохранения армянской государственности как таковой. Это понимают и геополитические оппоненты России, которые любыми средствами пытаются разогревать антироссийские настроения в Армении, дабы оттолкнуть Россию от Армении и тем самым окончательно забрать Армению под свой стратегический контроль. Именно потому, что подписание мирного договора весьма вероятно, его будут пытаться любыми средствами сорвать в оставшийся до саммита срок. Отсюда и обострение антироссийской активности в Армении и полная мобилизация прозападных русофобских сил. На сегодняшний день только Россия может сохранить армянскую государственность, поэтому оппонентам Кремля так важно спровоцировать любую негативную реакцию в Москве, чтобы Армения осталась без российского прикрытия. Что будет означать запуск процесса полной ликвидации армянского государства в его нынешнем виде, резюмировал российский политолог.